В компьютерных играх основные кнопки управления это WASD. Считается, что всегда так и было. А вот хрен, как насчет QA-OP, именно это сочетание как правило выставляли в качестве управления в большинстве компьютерных играх 80-х и начала 90-х. QA это вверх и вниз, OP влево-вправо. Если вам повезло и у вашего домашнего компьютера был пробел, то он отвечал за стрельбу или прыжок. Однако у самой популярной игровой системы того времени ZX Spectrum пробел был небольшой клавишей под кнопкой Enter. Да и вообще, его тугая, жесткая и эластичная клавиатура настолько сильно намекала, что делали ее пидорасы, что они даже нарисовали на ней радугу. В общем, за неимением пробела стрельбу назначали на кнопку M. Если игровой персонаж мог совершать несколько действий, что был редкостью по тем временам, то их назначали на следующие за M кнопки N, B и так далее. Как это не странно, после многолетнего опыта с радугой хардкорные игроки никак не могли привыкнуть к более традиционным стрелкам, и переназначали управление на QA-OP даже на персоналках. Мода постепенно стала сходить на нет лишь после выхода игры Doom, в которой для достижения хороших результатов вторую руку надо было убрать с клавиатуры и взять в нее мышь. И лишь последующее развитие шутеров, где для выживания в многопользовательских баталиях просто необходимо было крепко сжимать мышь свободной рукой, окончательно похоронил QA-OP извращение.